Приветствую вас, и вы знаете, если говорить о неком таком лейтмотиве моего ответа, то он будет звучать так. Недоступность – это крайность. Недоступность – это тоже крайность. То есть, вы упомянули такое слово, как охотник. И охотник, знаете, как вот, почувствовал, говорят, почувствовал вкус добычи, почувствовал запах добычи, взял горячий след. Эти слова, которые можно встретить в литературе, они дают свое начало именно из психологической особенности соотношения добычи и охотника. То есть, недоступность – это значит недостижимой. И мужчине нужно женщину завоевывать, мужчине нужно женщину добиваться. Это хорошо, но может это далеко не каждый. А вот существенно увеличивает вероятность того, что мужчина будет за вами ухаживать, мужчина будет как-то проявлять вам знаки внимания и прочее, прочее. Повышает то, что вы будете проявлять свою доступность, но не настолько, чтобы это было полностью. Чтобы мужчина чувствовал, что вы в какой-то степени все равно независимый человек. Например, предположим, что вы начали встречать мужчину, да, и он предложил вам свидание. В принципе, ничего к вам в свидании нет. Ну и сказать ему, что дорогой, ну или как-то по-другому, дорогой, у меня плотный график, и если я смогу, я обязательно брыду. То есть сказать, ну я не знаю, я постараюсь. То есть не говорите, что да, я обязательно буду. Это производит впечатление, что вы готовы к тому, чтобы броситься мужчине на шею. Ну, что единственное, снижает интерес к вам. Дальше. Приходите вы на свидание, проводите время, общаетесь. Значит, соответственно, благодарите мужчину за то, что раньше вы провели время. И после этого мужчина приглашает вас на свидание снова, и вы говорите ему, что это просто я не смогла. И что это значит? Вы на первом свидании были, мужчина. Вам понравилось. И нужно все, чтобы дать ему понять, что вам понравилось. Если это первое свидание, то, может быть, даже поцеловать, щеку и так далее. Обнять. Это очень хорошее проявление. Того, что, собственно говоря, вам действительно пришлось по душе то, что мужчина сделал. Но, следующее свидание вы пропускают. И если мужчине действительно вы понравились, он понимает. Ну, ладно, один раз свидание пропустить вы могли. Так, вы не тот человек. Такое бывает. Так, если вы ему интересны, мужчина вновь будет вам звонить, писать, предлагать, встретиться и так далее для того, чтобы вновь увидеть вас. И, соответственно, на третий раз, ну, как бы, вот, первое свидание, да, у вас было, второе свидание вы пропустили, соответственно, на третий раз он вас зовет, вы соглашаетесь. И можно, здесь, два раза, подряд, уходить на свидание, проводить время. Можно, соответственно, чуточку подольше подержать его в объятиях, например. Чуточку подольше там подержать свои губы на его щеке и так далее. Можно, что после этих двух подряд свиданий вы вновь пропускаете. Например, это я говорю чисто, чтобы вы поняли принцип. Чтобы не было такого постоянного, что вы постоянно с мужчиной, и не было такого, что вы постоянно без него. То есть недоступность это плохо, тотальная недоступность, и тотальная недоступность тоже плохо. Понимаете? Если только мужчина, например, пытается вас обнять, и вы чувствуете, что он делает это, ну, с определенными намерениями, то, а вы к этому не готовы, или вы не хотите, или вы считаете, что, соответственно, еще рано, то вы, как бы, играете так, игриво, и у вас, ребята, так, вы скажете, нет, я не хочу, что ты делаешь? То есть никакого, 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 никакого негатива. Все спокойно и весело. Если мужчина уважает вас и дрожит вами, то для него это будет означать, что вы серьезно, подходите к отношениям. Это будет означать, что вы не соглашаетесь быстро на близкие отношения и так далее. То есть вам нужно постоянно показывать мужчине, что кроме него у вас есть кто-то еще, есть какие-то дела, какая-то жизнь. Понимаете? Кроме него. И для того, чтобы мужчина стал кем-то важным, нужно время, нужно его желание, но и ваше тоже желание. И тогда он займет достойное место в вашей жизни. Предположим, что вы два свидания встречались, далее пропустили, раз, свидание. После обязательно позовите его сами, куда-нибудь. То есть скажите ему, что вот, я не смогла, давай мы с тобой куда-нибудь сходим. То есть вы как бы тоже проявляете независимость. В этом нет ничего плохого. И вот так, и вот так. Вы и проявляете свое независимость. То есть независимость, это включение мужчины в свой график. Понимаете, надеюсь, о чем я говорю. Поэтому не нужно давать мужчине понять, что он для вас, например, еще один. Не нужно давать мужчине понять, что он как бы так, вот знаете, мимолетное что-то. Нет. Вы уделяете ему время, вы общаетесь с ним, веселитесь. Но, четко отслеживайте для себя, что идет в созвучии с вашими интересами, а что идет в разрез. И если вы чувствуете, значит, что что-то идет в разрез, ну, соответственно, не стесняйтесь этого сказать, как в случае попытки сближения. Ну, нужно и мужчине давать понять, что что-то он может. Например, у вас были три свидания, или четыре. Так что, собственно, обнять вас вы не даете, допустим. Ну, скажите, я вот, вот не надо меня обнимать, да, так, игриво, ласково его одолкнуть, это как-нибудь не надо. И так, с улыбкой, со смехом, как-то, 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 может меня поцеловать. И дайте ему, допустим, все куда-то поцеловать. Или губы, если для вас это приемлемо. И это будет, как бы, для мужчины показателем того, что он всего-то добился. Да, он не добился всего. Да, у него по-прежнему нету, например, обладания вами и делователем не только в сексе. Но какой-то результат от его деятельности есть. И вот это нужно осознавать. Осознавать, что не нужно давать мужчине все сразу. Но и не нужно ничего не давать. Ибо и то, и другое плохо. А вот разница, вот сама вот эта вот золотая середина, мера, ее, к сожалению, вам нужно чувствовать самой. То есть здесь научить нельзя. Для каждого человека это своя грань. Понимаете, кто-то может целоваться в губы, да что там, кто-то может и с сектом заниматься в первом же свидании. Но, например, к себе в душу такой человек может и не пускать. И мужчина будет чувствовать, несмотря на то, что физически женщина с ним, духовно, она все равно где-то еще. И если мужчина видит, например, что секс для такой же женщины ничего не значит, он и не будет воспринимать его как духовную близость. А ведь кто бы что ни говорил, мужчине важна именно духовная близость. Секс, это, конечно, очень здорово, но секс не главное. И им одним, у серьезных мужчин дело не ограничивается. Конечно, если мужчина встречается с женщиной так, вот, чисто для интима, это уже другое. Но такие варианты рассматривать, соответственно, нельзя. То есть вам для начала нужно прислушаться к себе и подумать, что для вас приемлемо, вот, что для вас приемлемо. Для вас приемлемо, например, скажем, ну, знакомство с мужчиной, признакомство с мужчиной в поведении. Для вас приемлемо в дружбе с мужчиной, в поведении, в вашем поведении, в его. Для вас приемлемо в начале романтических отношений, когда вы только целуетесь, да, и так далее. То есть в начале вот это вот все вам нужно определить для себя. А дальше это просто переносить. И уметь, уметь гибко лавировать между тем, чего хотите вы и чего хочет мужчина. Я понимаю, что звучит это довольно-таки и складно, а гладко на практике это сложнее. Я понимаю. Но и вас я прошу понять, что нельзя просто взять и вложить в человека модель поведения. Тем более, модель поведения в личных отношениях. Личные отношения не на то и личное, что каждый человек реализуется в них своим собственным образом. Поэтому вам, на мой взгляд, нужно понять лишь только принцип и стараться его реализовывать. Если вы, например, чувствуете, что мужчина, если вы чувствуете, например, что вы много уделяете внимания мужчине, и он охладевает к вам, нужно, соответственно, уменьшить рвение, нужно больше обратить внимание на своих друзей, на работу, на близких, на родных и так далее. Если вы, наоборот, замечаете, что вы чересчур мало с мужчиной времени проводите, и вы видите, как его инициатива начинает затухать, то просто давайте ему больше. Сами пригласите его куда-то. Попробуйте как-то вот инициировать, да, новый виток ваших отношений. Но и не усердствуйте. Бывают такие мужчины, которые приемляют только свой сценарий отношений. А это вам согласится. Соглашаться не стоит. Вот. Ну, надеюсь, я на ваш вопрос ответил. Возбуждать ревность? Да, ревность можно возбуждать. Вот, пожалуй, еще про ревность нужно сказать. Ревность возбуждать, конечно, можно. Но как? Не нужно при мужчинах, конечно же, целоваться со всеми подряд. Но обнять другого мужчину вы можете, так же дружески, как и его, если вы с ним только начали встречаться, поцеловать щеку другого мужчину, особенно если он вам что-то сделал. И если вы в дружеских отношениях с вашим парнем, тоже можно. Это вроде бы и не значит, что вы откровенно свертуете. Но и мужчине это будет неприятно. Мужчина будет чувствовать, что вы свободно общаетесь с другими. А значит, если вы свободно общаетесь с другими, то высока вероятность, что вы вступите с этими мужчинами в отношения более близкие. И мужчина, который вами дорожит, это обязательно учтут. То есть, реальность необходимо возбуждать аккуратно. Если вы будете, как я уже сказал, слертовать со всеми подряд, у мужчин это может провоцировать образ ваш, ну, как девушки легкого поведения, или как ненадежного человека, то тоже, в общем-то, вас не будет красить. И уж точно не расположить к вам молодого человека. Так что вот эти моменты, моменты золотой середины, необходимо учитывать. Ну и понимать, что только методом проб и ошибок, и только корректировкой данного принципа под каждого конкретного человека можно добиться того, чтобы построить с ним отношения. Потому что разные люди по-разному воспринимают эту золотую середину. Зависит от их моральных устоев, от их установок, взглядов, ценностей, идеалов и так далее. На этом все. Я вам надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.